Всем привет, ребят! С вами Megabzor.com. Второй половине текущего года линейку 6-дюймовых ридеров пополнила новая модель Onyx Book Squasca da Gama. В ней установили экран и линк-карта, подсветка Moonlight, сенсорное управление, Wi-Fi-модуль, аккумулятор с ёмкостью 3000 мАч и операционная система Android. Стоит данная книга 7490 рублей. Поставляется в упаковке с изображением путешественника, который и дал имя этой модели. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплектация включает micro-USB кабель, инструкцию и гарантийный талон. Зарядное устройство и чехол в комплект не добавили. Onyx Book Squasca da Gama выполнена в том же дизайне, в котором выполнялись последние ридеры этого бренда. Эркономика выверенная, внешний вид привлекательный. Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием. Из рук не выскальзли, следы пальцев не видны. Сборка отличная, все детали идеально подогнаны друг к другу. Лицевая панель практически полностью занята дисплеем. На рапке под экраном вывезен четырехпозиционный джойстик. Этот же элемент при длительном нажатии активирует подсветку. По краям боковой грани кнопки перелистывания. Ширина рамки оптимальна для расположения пальцев и исключения ложных нажатий на сенсор. Перелистывать страницы во время чтения можно как с помощью механических кнопок, так и нажатием на сенсорный экран. Наличие сенсора, которого не было у Onyx Books Bearing 3, Amundsen, Columbus 2, обзоры которых у нас выходили на канале, заметно упрощает работу с элементами интерфейса. На нижней рамке выведен слот под карту памяти и разъем microUSB. На противоположной грани компактная кнопка выключения. Задняя панель корпуса слегка выпуклая. Общие габариты компактные. Главная часть любого ридера это, конечно же, дисплей. Onyx Books Vasco da Gama получила 6-дюймовую матрицу карта с разрешением 1024 на 758 пикселей. Детализация выше, чем в среднем в этом ценовом сегменте. Светлая подложка с высокой контрастностью. Шрифты на экране выглядят четкими. Изображения насыщены. Широкие углы обзора, отсутствие бликов. С ридером можно работать как в ночное время, так и под прямыми солнечными лучами. Создается полное ощущение чтения обычной бумажной книги с качественной полиграфией. Немалым плюсом является наличие фирменной подсветки Moonlight. Свечение равномерное по всей площади. Глаза при длительном чтении не устают. Уровень подсветки можно регулировать вручную. Установлен двухъядерный процессор с рабочей частотой 1 ГГц. На борту 512 МБ оперативки, 8 ГБ для хранения данных. Обеспечивается хороший запас по быстродействию. Интерфейс работает шустро. Также не наблюдается задержек при открытии емких PDF файлов. Поддерживается беспроводное подключение Wi-Fi. Его наличие превращает ридер OnyxBook с квадса до гаммы в классический планшет, но с черно-белым экраном и длительным временем автономной работы. Удобно передавать файлы, загружать новые книги, просматривать почту, просматривать ленту социальных сетей и работать с браузером. Отдельного внимания в ридерах от OnyxBook заслуживает софт. Не слукавляй, если назову ридер от этого производителя самыми удобными и функциональными. Добавить словари, программы для чтения, сторонние приложения не сложнее, чем загрузить софт на ваш смартфон. Установлен Google Play. Интерфейс максимально адаптирован по чтению. Главный экран предлагает быстрый доступ к нескольким открытым ранее книгам, сохранением прогресса чтения, доступ к разделам через нижнюю панель. Для поиска нужной книги можно воспользоваться как библиотекой, так и проводником. Файлы сортируются, есть поиск. Отдельная вкладка приложения для доступа к дополнительному софту. Сюда можно поставить игры, клиенты социальных сетей и все то, к чему вы привыкли на смартфоне. В панель быстрого доступа вывезена иконка браузера. К сожалению, пока сайтов оптимизированных под смартфоны не так много. С ридерами к этой кривой оптимизации добавляются еще и анимированные баннеры. С нашим мегаобзорком все в порядке, проверено. Поддерживаются обновления по воздуху. Есть детальные настройки системы. Стандартный ридер из пакета читает большинство известных форматов. Отображение страниц можно изменить под свои предпочтения. Увеличенная емкость аккумулятора позволяет заряжать Onyx Books VASCO DAGAMMA раз в 3-4 недели при выключенном беспроводном модуле. Включение Wi-Fi с его постоянным использованием заметно сокращает время автономной работы. Onyx Books VASCO DAGAMMA стала удачным продолжением серии с увеличенной емкостью батарейки. Скромная стоимость не помешала установить экран с увеличенной детализацией, сенсорное управление и подсветку. Ридер порадовался ядной платформой, высоким уровнем быстродействия, свободной загрузкой книг и приложений. Все это собрано в корпус с отличной эргономикой и симпатичным дизайном. Сбоев и проблем за время тестирования выявлено не было. Приятного вам чтения, Onyx Books VASCO DAGAMMA. Всем спасибо за внимание и пока-пока.